Отец Сафруний Сахаров из книги «Старец Силуан Афонский» Об умном безмолвии и чистой молитве Вся жизнь блаженного старца Силуана была молитвою. Он непрестанно молился, меняя в течение дня образ молитвы в зависимости от условий дневной жизни. Имел он дар и высшей умной молитвы, который посвящал главным образом ночное время, когда возможно было иметь благоприятствующей этой молитве полную тишину и мрак. Вопрос о видах или образах молитвы является одним из главнейших вопросов аскетики вообще. Таковым он был и для старца. И потому позволим себе остановиться на нем. О трех образах молитвы Молитва есть творчество. Творчество высочайшее. Творчество по преимуществу, и в силу этого она бесконечно разнообразна. Но все же есть некоторая возможность развлечения ее на виды в зависимости от установки или направленности главных духовных сил человека, что и делают отцы церкви. В этом отношении молитва совпадает с этапами нормального развития человеческого духа. Первое движение ума есть движение вовне. Второе – возвращение его к самому себе. И третье – движение к Богу через внутреннего человека. В соответствии с таким порядком святые отцы устанавливают три образа молитвы. Первый – в силу неспособности еще ума непосредственно восходить к чистому богомыслию, характеризуется воображением. Второй – размышлением. А третий – погружением в созерцание. Действительно правильную, должную и плодотворную отцы считают только молитву третьего образа. Но, учитывая невозможность для человека иметь такую молитву с самого начала его пути к Богу, и два первых образа молитвы считают явлением нормальным и в свое время полезным. Однако они указывают на то, что если человек удовлетворится первым образом молитвы и будет его культивировать в своей молитвенной жизни, то помимо бесплодности возможны и глубокие духовные заболевания. Что же касается второго образа молитвы, то хотя он и превосходит во многом первый по своему достоинству, однако тоже малоплоден и не выводит человека из постоянной борьбы помыслов и не дает достигнуть ни свободы от страстей, ни тем более чистого созерцания. Третий, наиболее совершенный образ молитвы, есть такое стояние ума в сердце, «Когда молящийся из глубины своего существа, вне образов, чистым умом, предстоит Богу». Первый вид молитвы держит человека в постоянном заблуждении, в мире воображаемом, в мире мечты и, если хотите, поэтического творчества. Божественное и вообще все духовное представляется в различных фантастических образах, а затем и реальная человеческая жизнь постепенно тоже пронизывается элементами из сферы фантазии. При втором образе молитвы внутренние входы сердца и ума широко раскрыты для проникновения всего постороннего, и в силу этого человек живет, постоянно подвергаясь самым разнообразным влиянием извне, не разумея при этом, что же, собственно, происходит с ним объективно, то есть каким образом возникают в нем все эти помыслы и брани. Он оказывается бессильным противостоять натиску страстей, как должно. При этом, вроде молитвы, человек иногда получает благодать и приходит в доброе устроение, но в силу неправильности своей внутренней установки удержаться в нем не может. Достигнув некоторого накопления религиозного познания и относительного благообразия в своем поведении и удовлетворенный этим состоянием, он постепенно увлекается в интеллектуальное богословствование, по мере преуспеяния в котором усложняется внутренняя брань тонких душевных страстей, тщеславие и гордости, и усугубляется потеря благодати. При своем развитии этот образ молитвы, отличительной чертой которого является сосредоточение внимания в головном мозгу, приводит человека к рассудочным философским созерцаниям, которые также, как и первый образ молитвы, выводят его в мир представляемый, воображаемый. Правда, этот вид отвлеченного мысленного воображения менее наивен, менее груб и менее далек от истины, чем первый. Третий образ молитвы – соединение ума с сердцем – есть вообще нормальное религиозное состояние человеческого духа, желательное, искомое, даруемое свыше. Соединение ума с сердцем испытывает всякий верующий, когда он внимательно от сердца молится. Еще в большей степени он познает его, когда приходит к нему умиление и сладостное чувство любви Божией. Плач умиления при молитве есть верный показатель того, что ум соединился с сердцем, и что настоящая молитва нашла свое первое место, первую степень восхождения к Богу. Вот почему он так ценится всеми подвижниками. Но в данном случае, говоря о третьем образе молитвы, мы имеем в виду нечто иное и большее, а именно ум молитвенным вниманием, стоящий в сердце. Характерным следствием или свойством такого движения и водворения ума вовнутрь является прекращение действия воображения и освобождение ума от всякого образа, в него проникшего. Ум при этом становится весь слух и зрение, и видит и слышит всякий помысл, приближающийся извне, прежде чем этот последний проникнет в сердце. Совершая при этом молитву, ум не только не допускает проникновения помыслов в сердце, но и отталкивает их, и сам сохраняется от сложения с ними, чем достигается пресечение действия всякой страсти в ее первичном состоянии, в самом зарождении ее. Вопрос этот чрезвычайно глубокий и сложен, и мы можем дать здесь лишь самый примитивный очерк. О развитии помысла. Грех осуществляется по прохождению определенных стадий своего внутреннего развития. Первый момент. Приближающийся к человеку извне некое духовное влияние, которое сначала может быть совсем не ясным, не оформленным. Первичная стадия оформления – появление в поле внутреннего зрения человека некоего образа, и так как это не зависит от воли человека, то и не вменяется в грех. Образы в иных случаях носят характер попреимущественно видоподобный, в иных же по преимуществу мысленный, но более часто смешанный, так как и видоподобные образы влекут за собой ту или иную мысль, то всякие образы у подвижников именуются помыслами. У бесстрастного человека владычественный ум может остановиться на пришедшем помысле как познающее бытие сила, оставаясь при этом вполне свободным от власти его. Но если в человеке есть место, есть соответствующая почва, как расположение к тому духу, который заключен в помысле, тогда энергия этого последнего стремится захватить психический мир, то есть сердце, душу человека, достигает же этого тем, что в предрасположенной к пороку душе вызывает некоторые чувства услаждения, свойственного той или иной страсти. В этом услаждении и заключено искушение. Ну и этот момент услаждения, хотя и свидетельствует о несовершенстве человека, однако не вменяется еще в грех, это только предложение греха. Дальнейшее развитие греховного помысла грубо схематически может быть изображено так. Предлагаемое страстью услаждение привлекает к себе внимание ума, что является чрезвычайно важным и ответственным моментом, потому что соединение ума с помыслом составляет благоприятные условия для развития этого последнего. Если внутренним волевым актом ум не оторвется от предложенного услаждения, но продлит свое пребывание в нем вниманием, тогда появляется расположение к нему, приятная беседа с ним, затем сложение, которое может перейти в полное и активное согласие, далее продолжающее возрастать страстное услаждение может уже овладеть умом и волею человека, что называется пленением. После этого все силы плененного страстью направляются к более или менее решительному осуществлению греха делом, если к тому нет внешних препятствий, или же при наличии препятствий к исканию возможности такого осуществления. Подобное пленение может остаться единичным и никогда больше не возобновиться, если оно было следствием лишь неопытности человека, пребывающего в подвиге и борьбе. Но если пленения повторяются, то они приводят к навыку страсти, и тогда все естественные силы человека начинают служить ей. От первичного появления услождающего действия страсти, что названо выше предложением, должна начаться борьба, которая может происходить на всех ступенях развития греховного помысла, и на каждой из них он может быть преодолен и таким образом не завершится делом, но все же с момента колебания воли элемент греха уже есть и должно принести покаяние, чтобы не потерять благодать. Неопытный духовно человек обычно встречается с греховным помыслом уже после того, как он пройдет незамеченным первые стадии своего развития, то есть, когда он приобретет уже некоторую силу, и даже больше, когда приблизится опасность совершения греха делом. Чтобы этого не допустить, необходимо установить ум с молитвою в сердце. Это насущная нужда для всякого подвижника, желающего через истинное покаяние утвердиться в духовной жизни, потому что, как сказано выше, при такой внутренней установке грех пресекается в самом его зарождении. Здесь может быть уместно вспомнить слова пророка. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень имени Иисуса Христа». Псалтирь, Псалом 136, стихи 8-9. Это дивное делание, непостижимое для ленивого большинства, достигается великим трудом и весьма немногими. Оно совсем не так просто, совсем не так легко, и мы в поисках краткого, но ясного выражения еще не раз будем вынуждены беспомощно возвращаться к нему с разных сторон, без надежды, однако, исчерпать и сколько-нибудь удовлетворительно представить его. Сущность аскетического пути старца может быть выражена в немногих словах. Хранение сердца от всякого постороннего помысла посредством внутреннего умного внимания, чтобы, устранив всякое чуждое влияние, достигнуть предстояния Богу в чистой молитве. Это делание именуется умное безмолвие. Оно унаследовано нами через живое и письменное предание от святых отцов с первых веков христианства до наших дней. И потому говорить о подвижническом пути старца можно, как и сам он делал, говоря о пути православного монашества вообще. Блаженный старец говорил, «Если ты богослов, то ты чисто молишься. Если ты чисто молишься, то ты богослов». Аскет-монах не богослов в академическом смысле слова, но он богослов в ином смысле, так как через чистую молитву удостаивается подлинно божественных созерцаний. Началом пути к чистой молитве является борьба со страстями. Ум, по мере очищения от страстей, становится более сильным в борьбе с помыслами и более устойчивым в молитве и богомыслии. Сердце же, освобождаясь от омрачения страстей, все духовное начинает видеть чище, яснее, до убедительной ощутимости. Монах предпочитает этот путь. Но это молчание ума богослова-философа далеко не всегда есть настоящее созерцание Бога, хотя и приближается к граням Его. Достижение подлинного созерцания без очищения сердца невозможно. Только сердце, очищенное от страстей, способно к особому изумлению при созерцании непостижимости Бога. При этом изумлении ум радостно молчит, обессиленный величием созерцаемого. К состоянию созерцания иным путем идет богослов-мыслитель и иным аскет-монах. Ум последнего не занят никакими размышлениями, он только, как сторож, безмолвно внимает тому, чтобы ничто постороннее не вошло в сердце. Имя Христа и заповедь Его – вот чем живут сердце и ум при этом священном безмолвии. Они живут единою жизнью, контролируя все совершающееся внутри не логическим исследованием, а особым духовным чувством. Ум, соединившись с сердцем, пребывает в таком состоянии, которое дает ему возможность видеть всякое движение, происходящее в сфере подсознания. Этот термин современной научной психологии употребляем здесь условно, так как он не совпадает с представлениями православной эскетической антропологии. Пребывая внутрь сердца, ум усматривает в окружении его появляющиеся образы и мысли, исходящие из сферы космического бытия и пытающиеся овладеть сердцем и умом человека. В форме помысла, то есть мысли, связанной с тем или иным образом, является энергия того или иного духа. Натиск идущих извне помыслов чрезвычайно силен, и чтобы ослабить его, монах вынуждается в течение всего дня не допускать ни единого страстного взирания, не позволить себе пристрастия ни к чему. Монах постоянно стремится к тому, чтобы число внешних впечатлений довести до последнего возможного минимума, иначе в час внутренней умной молитвы все отпечатлевшееся неудержимую стеной идет на сердце и производит большое смятение. Цель монаха достигнуть непрерывного умно-сердечного внимания. И когда после многих лет такого подвига, труднейшего всех других подвигов, чувство сердца утончится, а ум от многого плача получит силу отталкиваться от всякого прирожения страстных помыслов, тогда молитвенное состояние становится непрестанным, и чувство Бога, присутствующего и действующего, великой силы и ясности. Таков путь монаха Аскета, и им шел блаженный старец. Путь ореопагистов иной, в нем преобладает размышление, а не молитва. Идущие этим путем часто обманываются, потому что, легко достигая интеллектуального усвоения даже апофатических форм богословия, они удовлетворяются испытываемым ими интеллектуальным наслаждением, не придавая должного значения, непреодоленным страстям. Они легко воображают себя достигшими того, о чем говорится в творениях ореопагита, тогда, как в подавляющем большинстве случаев, постигая логическую структуру его богословской системы, не достигают подлинно искомого. Сущность безмолвия старец видел не в затворе и не в физическом удалении в пустыню, а в том, чтобы непрестанно пребывать в Боге. Ввиду большой важности этого вопроса остановимся на нем подробнее. Старец говорил, что и затвор, и удаление в пустыню сами по себе являются лишь вспомогательными средствами и никак не целью. Они могут содействовать уменьшению внешних впечатлений и влияний, устранению от житейской молвы и тем благоприятствовать чистой молитве и только в том случае, если это удаление совершилось по благоволению Божию, а не по своей воле. В последнем случае и затвор, и пустыня, и всякий иной подвиг останется бесплодным, потому что сущность нашей жизни не в самовольном подвиге, а в послушании воли Божией. Многие думают, что самый высокий образ жизни есть безмолвие в пустыне. Иные считают таковым затвор, некоторые предпочитают юродство, другие – пастырское служение или научный богословский труд и подобное. Старец считал, что ни один из этих видов подвижничества сам по себе не является высшим образом духовной жизни, но каждый из них может быть таковым для того или иного лица, если он соответствует воле Божией о данном лице, а воля Божия о каждом человеке может быть особой. Но какова бы ни была воля Божия о каждом человеке, когда идет речь о том или ином образе подвига, или месте, или форме служения, во всех случаях остается обязательным искание чистой молитвы. Молитву чистую старец считал, когда она приносится с умилением, так что и сердце, и ум согласно живут словами произносимой молитвы, которая ничем при этом не перебивается, то есть ни рассеянностью внимания на что-либо внешнее, ни размышлением о чем-либо постороннем данной молитве. Этот вид молитвы является, как сказано выше, нормальным религиозным состоянием, весьма плодотворным для души. В той или иной мере он известен очень многим верующим, но лишь в редких случаях он переходит в молитву совершенную. Другой вид чистой молитвы – это когда ум заключен в сердце, и там безмолвно вне посторонних мыслей и образов поучается в памяти имени Божия. Эта молитва сопряжена с постоянным подвигом. Она есть действие, зависящее в известной мере от произволения человека. Она есть труд, аскетическое делание. Все, что было сказано выше об этом удивительном образе умной молитвы, а именно, что он дает возможность видеть помысл, прежде чем тот войдет в сердце, или, условно выражаясь, дает возможность контролировать глубины подсознания, дает возможность освободиться от смятения, в котором держится человек по причине постоянного восхождения возможных влияний из темной области подсознания, вернее, глубокой бездны греховной космической жизни. Все это составляет отрицательный аспект этого делания, в то время как положительный аспект его превосходит всякую человеческую идею. Бог есть свет неприступный, его бытие превыше всякого образа, не только вещественного, но и умного, и потому, доколе ум человеческий занят мышлением, словами, понятиями, понятиями, он совершенства молитвы не достиг. Тварный человеческий ум, тварная человеческая личность в своем предстоянии уму первому, Богу личному, только тогда достигает подлинно чистой и совершенной молитвы, когда от любви к Богу оставит позади всякую тварь, или, как любил говорить старец, совершенно забудет мир и самое тело свое, так что не знает уже человек, был ли он в теле или вне тела в час молитвы. Такая, в преимущественном смысле, чистая молитва есть редкий дар Божий. Она никак не зависит от человеческих усилий, но приходит сила Божия и с неуловимой осторожностью, и неизъяснимой нежностью переносит человека в мир Божественного Света, или, лучше сказать, является Божественный Свет и любовно объемляет всего человека так, что он уже ни о чем не может вспомнить, ни о чем не может размышлять. Имея в виду эту последнюю молитву, старец говорил, «Кто чисто молится, тот богослов». Кто не имел этого опыта, тот богословия, понимаемого как состояние боговидения, не достиг. Ум, никогда не испытавший чистоты, ум, никогда не созерцавший вечного Божественного Света, как бы он ни был изощрен в своем интеллектуальном опыте, неизбежно подвержен воображению и в своих попытках познать Божественное, живет гаданиями и строит домыслы, которые, к сожалению, нередко принимает за подлинные откровения и богосозерцания, не понимая своей ошибки. В основе безмолвия лежит заповедь Христа «Любить Бога всем умом и всем сердцем». Некоторые святые отцы в своих аскетических творениях проводят различия между двумя образами духовной жизни – деятельным и созерцательным, именуя первые из них путем хранения заповедей. Старец Силуан мыслил несколько иначе. Он тоже разделял жизнь на деятельную и созерцательную, но и ту, и другую рассматривал именно как хранение заповедей. Главной основой аскетического умного безмолвия для него были слова первой заповеди «Возлюби Бога всем сердцем, всем помышлением, всей душою». Он пишет «Кто познал любовь Божию, тот скажет, не сохранил я заповеди. Хотя я и молюсь день и ночь и стараюсь всякую добродетель творить, но заповеди о любви к Богу я не исполнил. Лишь редкие минуты постигаю я заповедь Божию, но душа хотела бы все время пребывать в ней. Когда к уму примешиваются посторонние мысли, тогда ум помышляет и Бога, и вещь. Значит, заповедь любить всем умом и всем сердцем не исполнена. Но когда ум весь в Боге и нет других помыслов, тогда исполняется первая заповедь, но опять еще не совсем. В аскетическом опыте чистой молитвы ум, совлекшийся всякого образа и понятия, удостаивается после глубокого покаяния и многого плача подлинного боговидения. Умное безмолвие всегда встречало много противников, особенно на Западе, которые, не обладая необходимым опытом, всем отвлеченным подходом к этому образу молитвы, думали, что речь идет об искании какого-то механического приема, приводящего к божественному созерцанию, но это, конечно, не так. Бог абсолютно свободный, не подвержен никакому механическому воздействию и вообще никакому принуждению. Умное безмолвие сопряжено с великим самоотречением и есть подвиг наитруднейший. Произволение человека на это великое страдание ради лучшего сохранения заповедей Божьих привлекает Божью благодать, если подвиг сей совершается в духе смирения. Гордый человек, какие бы приемы не употреблял, подлинного богообщения не достигнет. По одному желанию человека ум не соединится с глубоким сердцем, а если и проникает как-то в сердце, то видит там только самого себя, свою тварную красоту, которая великолепна, ибо создана по образу Божию, но Бога истинного не обретает. Вот почему блаженный старец, борясь за то, чтобы смириться, прибегал к тому огненному оружию, которое дал ему Господь. Держи ум твой во аде и не отчаивайся. Этот неизощренный интеллектуальный человек простец и невежда. Много жду удостоился чистого умного богосозерцания и потому действительно имел основание говорить, если ты чисто молишься, то ты богослов. И еще, верующих на земле много, но таких, которые знают Бога, очень мало. Под знанием он разумел не гностические богословские построения, но опыт живого общения, опыт причастия Божественного Света. Знание как событие. Божественного